На закрытом заседании, куда не пустили ни прессу, ни посторонних, разгорелись страстные споры. Андрей Римович Белоусов, наш активный защитник, вступил в ожесточенную дискуссию с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Все это происходило из-за его заботы о благе народа. В этом видео мы рассмотрим всю ситуацию от начала и до конца. Так что следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своими комментариями. Поверьте, вам будет что сказать по этому поводу. Страсти на этой встрече накалились настолько, что казалось, стены скоро рухнут. Белоусов стоит на своем и требует навести порядок в Думе, чтобы законы создавались не во вред народу, а в его интересах. Слово за слово, и депутаты, словно вооруженные клинки, высунули языки и начали атаковать Белоусова. Они утверждали, что он не должен вмешиваться в их личные дела и доходы. По словам одного из источников «Единой России», Евгений Лебедев прямо заявил, «Андрей Римович, не лезьте со своими проверками в нашу жизнь. Мы отправляем своих детей учиться за границу в их интересах. И наши доходы позволяют нам это делать. А вы своими инициативами портите нам весь опыт». Володин поддержал Лебедева, а Белоусов едва сдержался, чтобы не высказать все, что он думает о таких народных избранниках. В этом видео мы разберем все детали этой оживленной полемики, обсудим причины и последствия, а также выскажем свои соображения. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца, вас ждет интересный контент. И не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ваше мнение очень важно для нас, поэтому оставляйте свои комментарии под этим видео. «А здесь у нас закрытое совещание, которое, казалось бы, должно быть тайным, но страсти на грани вспышки. Правда, все это видно по их лицам. Депутаты волнуются. Вечная тема – депутаты и их доходы. Правда, это видно по их лицам. Видимо, цифры стали слишком большими. Ведь люди могут возмутиться. И зарплаты депутатам повысили, хотя экономика стоит на месте, не развивается. И тут рядом появляется Андрей Белоусов. Два месяца назад он занял пост министра обороны и уже показывает, кто в доме хозяин. Он никого не боится, честно говорит о коррупции и эффективности. Володин, конечно, поддерживает своих, в том числе и Лебедева. Последний, видимо, уже не рад, что он так открыто высказался. Но Белоусов не молчит. Ваши дети учатся в роскоши за границей, а российская молодежь рискует жизнью и учится в разрушенных школах. Вот и всё. Правда всегда находит выход, как иголка из мешка. Государственные деньги должны быть направлены на благо общества, а не на набивание карманов. Вот тогда-то и началось веселье. Депутаты заволновались, поднялся шум и возмущение. Володин уже собирался вмешаться, чтобы разрядить обстановку, но Белоусов его опередил. Назовите хотя бы одну вещь, которую вы сделали для улучшения жизни простых людей. Вы только богатейте и поддерживайте своих друзей. Голос Белоусова эхом разнёсся по комнате, и Лебедев, почти рассверепев, вмешался, а Андрей — это уже попахивает диктатурой. «Мы тоже люди, мы тоже хотим жить хорошо, и наши семьи не в последнюю очередь». Но Белоусов спокойно ответил, не надо путать интересы народа с личными интересами. Если хотите защитить свои семьи, служите своей стране, а не набивайте карманы за её счёт. Народ, как говорится, прозрел. Люди чувствуют, где правда, а где проявляется лицемерие. Социальные сети гудят, независимые газеты хвалят Белоусова, называя его надеждой на перемены. И Белоусов не сдаётся. Он продолжает чистку. На этот раз он добрался до высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые злоупотребляют своим положением ради личной выгоды. Начались и продолжаются расследования и аресты, их становится все больше и больше. Но это ещё не всё. Белоусов не только чистит ряды, но и предлагает новые законодательные инициативы, каждая из которых важна – улучшение социального обеспечения, развитие здравоохранения и незабываемые идеи в сфере образования. И самое главное, он предлагает создать справедливую налоговую систему, при которой богатые будут платить налоги в соответствии со своим достатком, а бедные останутся в прошлом, говорит Белоусов, а также предлагает провести реформу образования, увеличив финансирование школ и вузов и внедрив новые программы, отвечающие современным требованиям. И что самое удивительное, инициатива Белоусова нашла поддержку не только среди населения, но и среди членов правительства. Оппозиционные партии и некоторые независимые депутаты единодушно заявили о своей поддержке Белоусова и его стремлении к справедливости и равенству. Несмотря на значительную поддержку, Андрей Римович столкнулся с непониманием и сопротивлением со стороны своих консервативно настроенных коллег. Сам президент Владимир Путин осторожно выразил солидарность с инициативами Белоусова, подчеркнув, что борьба с коррупцией и повышение уровня жизни граждан – первостепенная задача любой власти. Мы должны поддерживать тех, кто стремится сделать нашу страну лучше, – сказал Путин на одном из публичных мероприятий. Белоусов прекрасно понимает, что ему предстоит долгий и трудный путь, на котором нет легких путей. Однако его решимость, опирующаяся на поддержку народа, является той движущей силой, которая заставляет его идти вперед. Он верит в возможность перемен и вместе со своей командой сторонников стремится изменить систему к лучшему. Андрей Белоусов продолжает неустанную борьбу, и его выступления и действия находят отклик у простых граждан, уставших от коррупции и несправедливости. Его упорство и решимость вселяют надежду на светлое будущее, в котором каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне. Этот скандал лишь подтверждает, насколько тяжела эта борьба. Тем не менее Андрей Римович не теряет надежды и продолжает двигаться вперед, несмотря на сопротивление и критику, ведь его цель – Россия, где каждый гражданин достоин лучшей жизни, а коррупция остается лишь историческим явлением прошлого. Как говорится, мы видим крапинку в чужом глазу, но не замечаем бревна в своем. Многие предпочитают не замечать горькой правды, особенно те, кому есть что скрывать. Однако со временем все встает на свои места. Андрей Белоусов не стал прибегать к общим фразам, он открыто говорил о ситуации в стране, задавал вопросы, которые вызывают серьезные сомнения. Он рассказал о зарплатах чиновников, которые живут роскошно, о проблемах в социальной сфере, куда ни глянь. Он также раскрыл истории о коррупции в армии, которые шокировали многих. Огромные суммы, состоящие из множества нулей – 11 триллионов. Как говорится, в это трудно поверить, но это реальность. И что самое обидное, эти деньги не были направлены на оборону или помощь простым людям, а просто исчезли в темных схемах. Белоусов, как человек прямой и честный, вступал в конфликт не только с финансистами, но и с министрами по поводу их действий. Многим не нравится, что он ставит интересы народа на первое место. Сам Белоусов всегда на переднем плане, участвует в армейских учениях, следит за ходом строительства и проводит время в обычных школах. Такой уж он человек. Для многих чиновников он стал камнем преткновения, да и как может быть иначе. Кто захочет, чтобы его сомнительные делишки стали известны? Проблемы начались с Белоусова. СМИ подняли шум, люди возмущены, даже в правительстве есть разногласия. Кто-то выступает за него, кто-то против. Но Андрей Белоусов не сдается. Он не сдается, честно отвечает на все вопросы, вникает в каждую проблему. И люди видят и понимают, вот он, наш человек, который не боится говорить правду. Так что, дорогие друзья, не все так плохо, как может показаться. У нас еще есть люди, которые помнят, что значит служить родине и народу. Пусть Белоусову будет трудно, но его поддержка и целеустремленность вселяют в нас надежду. Пусть мы верим, что наступит светлое будущее и справедливость восторжествует. Однако не все так просто. ФСБ уже давно следит за этой троицей и смотрит на них, как кот на сметану. Белоусов стал большой проблемой для некоторых депутатов. Он известен своей честностью и решимостью бороться с коррупцией на деле, а не на словах. А департамент, похоже, начал наступать на болезненные мозоли тех, кто привык к легкой наживе. Интересно, что эти три депутата, выступающие против Белоусова, являются представителями разных политических фракций. Вот Единая Россия. Их имена пока не называются, но в кулуарах власти уже шепчутся, что эти люди и раньше попадали в сомнительные истории и пытались из них выпутаться. Однако радость их была недолгой. Как говорится, все тайны становятся явным. Они раскрыли целый план по устранению Белоусова. Сначала, как сообщается, они хотели просто оклеветать его, распространить слухи о том, что он сам погряз в коррупции и работает в интересах букмекеров. План был хитрый, ничего не скажешь. Они рассчитывали на то, что люди, склонные верить, поверят всем этим слухам, и Белоусов будет вынужден уйти со своего министерского поста. Но это еще не все. Сообщается, что у заговорщиков был еще один, более опасный план. Они решили просто отравить Белоусова. Причем выбрали подходящий способ, яд, который невозможно обнаружить, и намеревались сымитировать сердечный приступ. Хорошо, что спецслужбы вовремя обнаружили след и предотвратили катастрофу. Говорят, они планировали подсыпать яд в шампанское на приеме в Кремле. Вот вам и фуршет. Говорят также, что был и другой план, еще более изощренный. Заговорщики решили подсыпать яд прямо в чай или кофе, который Белоусов пьет в своем кабинете. Они даже нашли своего человека в администрации, который смог попасть в его кабинет. Как говорится, чтобы было в самом тихом месте. Но на этом история не заканчивается. Третий план — это верх акробатики. Третье решение заключалось в том, чтобы убить Белоусова на международной конференции. Сюда съезжались люди со всего мира, и кто бы мог подумать, что вода или сок, которые там подавали, были подмешаны в яд. Конечно, это было рискованно, но шансы на успех были высоки. Говорят, что наши спецслужбы следили за этими заговорщиками, как волки за зайцем. Они собирали улики по крупицам, как золото из реки, следили за каждым их шагом, как тени, не отставая ни на шаг. И, наконец, им удалось загнать их в угол, как диких зверей. Рано утром, как в лучших детективных историях, они обыскали все вокруг, арестовали трех помощников, которые еще даже не проснулись. И что вы думаете, на месте преступления след внезапно исчез? Но не совсем. На их компьютерах нашли компрометирующие документы и нелегальную информацию. Вот такие они, наши народные избранники, ай-яй-яй, позор им. Но надо признать, что сама операция прошла очень гладко. Все прошло спокойно, без проблем и утечек информации. Заговорщиков быстро вызвали на допрос, где они сразу же рассказали все подробности, кто за всем этим стоит и каковы их скрытые мотивы. Оказалось, что речь шла не только о личной выгоде, что уже неприятно, но и о прокачке крупных сумм денег через определенные бизнес-структуры. Видимо, борьба Белоусова с коррупцией кому-то приглянулась, и от него решили избавиться, чтобы он не мешал старому порядку продолжать существовать. После такого громкого дела многие депутаты и чиновники поспешили выразить свою поддержку Белоусову. Мол, мы на вашей стороне, держитесь, вы на правильном пути, как корабль в море. Реформы надо продолжать, честных людей надо защищать от любого вмешательства, как птенца от ястреба. Слова прозвучали верно, никто с этим не спорит. Но, как говорится, время покажет, чем все это закончится. Обещания многого не стоят, а реальность все расставит по своим местам. Несомненно, задержание депутатов – дело серьезное. Давненько в Москве не было обысков и арестов такого уровня. И арестов такого уровня. Многие, видимо, забыли, что политика – дело серьезное и опасное, как минное поле. Складывалось ощущение, что все эти ссоры и склоки остались в далеком прошлом, в беспокойных 90-х. Но нет. Вот вам напоминание о том, что ради власти люди способны на многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова